Русская девушка в Гирине исполняет свою китайскую мечту, в будущем станет преподавать и популяризировать китайский язык. Чененеус, Китай. 13 мая 2018 года. 3 мая 2018 года на университетских чтениях провинции Гирин 27-летняя русская девушка Анна на свободном китайском прочитала классические стихотворения поэта Хай Цзи. 1964-1989 годы. Выразительное выступление русской девушки вызвало бурные аплодисменты, а сама Анна осталась довольна своим уровнем китайского языка. Сейчас Анна получает степень магистра по программе международное образование на китайском в Институте иностранных языков провинции Гирин. Анна с самого детства питала особый интерес к многогранной китайской культуре, и учеба в Китае всегда была ее целью. Для того чтобы исполнить эту китайскую мечту, Анне пришлось долгое время непрерывно и усердно работать над собой. И наконец, в 2017 году, Анна смогла получить стипендию правительства Китая и осуществить многолетнюю мечту об учебе в Китае. За полгода жизни в Поднебесной, Анна смогла прочувствовать культуру нашего древнего государства. Китайцы всегда очень вежливые, они уважают старших и не обижают младших, это произвело на меня очень сильное впечатление. Анна рассказала журналисту, что в процессе общения с китайцами очень легко прочувствовать их любезность, порядочность, скромность и искренность. В институте Анна встретила таких же поклонников китайской культуры со всего мира. Все вместе они принимают участие во всевозможных мероприятиях, которые помогают прочувствовать настоящую китайскую культуру. Анна рассказала о том, как сильно любит заниматься тыцзицуань, китайское боевое искусство, один из видов ушу, оздоровительная гимнастика, примечание перевод. Точка я думаю, что занятие тыцзицуань, это особая наука, для меня это еще один способ познания китайской традиционной культуры, рассмеялась Анна. Провинция Герин, в которой сейчас учится Анна, граничит с российским дальневосточным регионом. Россия и Китай всегда поддерживали дружеские и неправительственные связи в этих местах. В частности, окно на северо-восток провинции Герин, район Хунчунь, каждый год привлекает огромное количество русских туристов, которые приезжают посмотреть местные достопримечательности и закупиться в магазинах. В сентябре 2015 года в Хунчуне открылась первая станция высокоскоростных железных дорог, и это позволило русским путешественникам прямо приезжать в Китай, и больше не задерживаться на границе. Теперь они могут приезжать сразу в такие города как Туман, Янцзи, Чинчунь, и даже в Пекин. Эта железная дорога позволила туризму и культурному обмену России и Китая стать более свободными, рассказала Анна. Я надеюсь, что по окончании учебы в Китае, я стану знаменитым преподавателем китайского языка в России. Я бы хотела популяризировать китайскую культуру, чтобы еще больше русских полюбили Китай, поделилась Анна. Анна уже начала усердно работать над своей целью. На специальных курсах китайские преподаватели дают нам очень интересные задания, они отдают нам какой-то класс, и мы временно сами становимся преподавателями. Девушка рассказала, что очень дорожит возможностью стать учителем. Я всегда уделяю много времени подготовке к урокам. Надеюсь, что после такой практики я смогу заразить русских студентов своим энтузиазмом. Продолжение следует...